Мы не знаем, что будет с Россией, да, в будущем. И вы разрабатываете программы для будущего? Для будущей Бурятии. Территориально, вот как республика Бурятия, вот так ее представляете. А хотите, честный вам ответ там? Да. Представляете, там, Бурятии 6 тонн золота в год добывают, в среднем. 6 тонн золота. Не крупится этого золота, у нас в Бурятии не остается. Чтобы у меня было время подумать об этом, пока я здесь нахожусь. Как думаете, это возможно? Бурятия станет независимым государством. Представляешь, это же классно. Да, очень. Давайте познакомимся. Меня зовут Доржо Дугаров. Я из Финляндии. Вообще, я из Бурятии. Я в курсе. Вы в курсе? В смысле, про меня в курсе или что? Частично. Частично про меня в курсе. Ну, наверное, тогда вы всякие там, байки про меня знаете. Тогда давайте с вами познакомимся. Вы представьтесь, я-то вас не знаю. Меня зовут Батагаев Андрей Арсеньевич. Родом с Иркутской области. Кусердинский. Бурятский округ. Понятно. Ихрид Балгарский район. Сила Балгарса. Очень приятно. Саимно. Я представляю Бурятское национальное демократическое движение. Бурятманугул Ирхэтын. И мы очень долго добивались, чтобы нас пустили в Украину, чтобы выяснить судьбу бурятских, не только бурятских, имеется в виду и с Иркутской области, и четы военнопленных. Ну, кто выжил, да, кто остался в живых, кто, в общем, кого мы можем найти и как-то поспособствовать вашей судьбе. Мы хотим, чтобы вы вернулись домой. Вы какого года? 93-го. 93-го? 30 лет. Ну, 30 лет, да. Тогда, получается, когда были референдумы в Усть-Арде, вам было примерно... Мне было 15-16, может ли. 15-16, да. В 2008-м, если я не ошибаюсь. Нет, нет, шестой год. Шестой? Шестой год. Значит, чуть больше 10. 10, да. 12-13. Да. Усть-Ардынский округ, не знаю, это, конечно, история, просто я веду вас в курс, да, была частью бурятии когда-то, большой бурят в Монгольской республике до 1937-го года, и потом она была упразднена, расчленена, и там, в общем, куча народу репрессировали, расстреляли и так далее. Дела минувших дней, сталинские времена. И в России существует закон о реабилитации репрессированных народов, ну, то есть восстановить наши права бурятского народа, да, восстановить территориальную целостность республики, там, восстановить языковые права, культурные, там, на нашей территории, на все. И, как бы, проведение референдума в те годы, да, это было незаконно. То есть, ну, то, что российская власть проводила, это противоречит не то, что международным законам, оно противоречит российским законам. Вот, и мы тогда пытались добиться того, чтобы не упраздняли округ, да, не присоединяли к Иркутской области, а, ну, восстановили республику Бурятию в прежних границах, восстановили права, там, не знаю, вернули скот, земли, там, бурятам. Да и не только бурятам, а всем, кто жил, да. Вот, и на той волне она еще, на там. Я так в общественно-политическую деятельность пришел, чисто правозащитная. То есть, я с тех пор только этим и занимаюсь. Вам, наверное, не очень интересно будет, а, может, интересно, мы думаем о будущем Бурятии, ну, чтобы... Мы не знаем, что будет с Россией, да, в будущем, потому что Россия превратилась в тоталитарное государство. Ну, вы знаете, что в России обычок говорить нельзя. Сядешь, присядешь, как говорится, да. Ну, это же ненормально. Мы пытаемся с этим работать, бороться, и что будет в будущем Бурятии, мы не знаем. Мы не знаем, что будет с Россией, и мы надеемся, что как-то нам удастся защитить автономию Бурятии, и чтобы бурятский народ больше в такие дурацкие истории не попадал. А вы, я так понял, по мобилизации? Да, я мобилизовал в 22-м году. То есть вы там у себя в Устерде были? Да. Ну, не в самом Устерде. В деревне у себя. Много народу забрали? У нас в деревне человек 6 или 8. А, кстати, прошу прощения, а откуда вы про меня знаете? Что я думаю по поводу вас вообще в принципе? Ну, я не говорю про движение, а вот про меня, какое у вас там впечатление осталось от этого интернета? Что, агент? Нет, я так не подумал. Не подумали? Нет. Ну, каждый вправе заниматься, чем он хочет. Вы выбрали свой путь. Но вы думаете, я честно этим занимаюсь? Или у меня какой-то корыстный интерес есть? В плане то, что вы сейчас говорили? Да. Не знаю. Ну, я думаю, то, что это вам нравится, вы этим хотите заниматься? А хотите я честный вам ответ дам? Да. Мне не нравится. Не нравится? А зачем вы это тогда делаете? Ну, обычно кто там в политику идет, там депутаты всякие, да, они хотят, ну, скажем по-простому, начальниками стать. Ну, да, допустим. Депутатом стать, там, зарплатку получать, там, жить хорошо, припеваючи, да. А у меня такой задачи не стоит. То есть у меня действительно подлинная моя задача – это вот защита бурятской автономии, бурятского языка. Если нам удастся, да, действительно, бурятское государство даже создать, да, если удастся. Ну, мы не знаем. Я в своей биографии поработал в хороших компаниях, там, нефтяной компанией «Юкос», бурят золоте. Я примерно представляю, чего как там с экономикой у нас, кто чего у нас добывает, кто чего у нас продает. Представляете, там, бурятии 6 тонн золота в год добывают, в среднем. 6 тонн золота. И ни крупицы этого золота у нас в бурятии не остается. В общем, Москва забирает, да. Основные крупные компании, там, типа, бурят золото. Бурят золото – это дочурка теперь, теперь, там, Нордголд. А Нордголд, в свою очередь, дочурка Северстали. Ни копейки, ни грамма этого золота в бурятии не остается. Оно нам не принадлежит. Вы, кстати, по образованию. У меня нет высшего образования. Ну, вы после… вам, так, так. А то есть вы после школы, потом техникум, наверное, или… Нет, я поступил, но… А куда поступали? В сельхозинститут. Где? В Иркутске. А, в Иркутске. Ну, у меня не пошел с учебой. Пошел в армию. Как армия? Ну, я имею в виду до войны. Да, нормально, армия, армия. Сужил год и потом пошел работать в разные организации. Потом вернулся домой по семейным обстоятельствам и начал, точнее, продолжил заниматься разведением коров. Коров вообще классно. Ну, у отца коровы. А я тоже пас коров когда-то. Вот. Ну, когда я подростком был, я в Кижинге жил и на ферме работал, там, овец пас, ну, там, летом коров пас. Обычно я такой парнишка тоже на лошади скакал. Такой, то есть я какой-то, там, не из этих мажоров, как говорят, да, там, обычный, нормальный. Ты по-бурятски хорошо? А, ну, вот по-бурятски худовый, худовый. Ну, сельский парнишка. Ты шаманист? Да. Боморгл-те, да? У тебя как там с семьей-то там, ну, в смысле, ну... Ну, да, вот я разговаривал. Ну, после Нового года товарища позвонит мне, позвонил домой, поговорили, ну, ничего, нормально. Нормально, все хорошо? Жена, сын, отец. Матери уже... Матери уже нет, к сожалению. Ну, самое главное, что ты живой. Да, да. И мне это очень важно, что ты живой. Это некрасивые слова. Я тоже от Думи грущу. Я домой не могу приехать. Ну, понимаешь, да, если я поеду, что со мной? И вы 8 лет живете? 8 лет живу в Финляндии, да. Тоже домой хочу. Ну, от нас же тоже вернусь. В Ланде жил? Ну, как бы, да, в Ланде жил. Ты бывал? Бывал, но не так часто. Раза три, наверное. Я, к сожалению, у вас не был в Устерде. Хотя у меня там родственников много. То есть я твой земляк. Да, ну, интересно. Смотри, вот. Это не то, чтобы... Я не могу сказать инспекционная повестка. Кто я такой, чтобы инспектировать, да? Но просто нам удалось добиться, и украинская сторона тоже пошла навстречу, чтобы... Ну, какая-то третья объективная сторона, нейтральная. То есть я же не на стороне Москвы и Кремля, да? И в то же время я не на стороне Украины. В плане того, что мы там... Я не призываю никого там вступать в ряды, или там... Если, не знаешь, в Ютубе пойдешь, посмотришь, я там прямо сказал, что я вообще против того, чтобы бурятские солдаты вообще ни на какой стороне. Чтобы нигде их не было. Вот. Мы буряты должны у себя дома быть. Вот. Чтобы каждый бурят, ну, и вообще житель Бурятии и Иркутской области... Я всегда так говорю. Пускай дома сидят, у себя дома. Нам не надо этого. Где Иркутск, где Лан-Удэ и где, простите, Украина, да? Чего мы потеряли? У нас дома своих забот полно. Ты, кстати, в Монголии не бывал? Нет. А я студентом уже в Монголию уехал по обмену, там учился. И как там? О, ну, хорошо в Монголии. Монголия же очень динамично развивается. Да. Вообще я планировал, как бы у вас есть, но... В Монголию именно? Да. Пока не получилось. Ну, поедешь. Наверное. И не только в Монголию. Надо вообще... Дулхит, а как это? По-порядски тебе. Ну, в общем, весь мир. Я еще, конечно, во всех странах не был. Ну, во многих был. И вот только домой не могу. Грустно. Вы приедете, и у вас... Ну, понятно. Возникнут проблемы. Ну, да. То у меня родители в 50-х, 60-х годах выехали, и язык сохранился тот старый. Ну, в этих старых. А сейчас, как бы, когда я в Кижунгу еду, ездил раньше, и получается, я говорю на старом бурятском языке, который вот 50-х, 60-х, 40-х годов. То есть у меня словарный запас бурятского языка вот такой. Ну, создатель бурятской литературы с Кижингей, да, Хацаном Сараев. И получается, как бы, я даже лучше, чем местные кижингинцы, ну, современные молодежи кижингинской, мои сверстники, я лучше их говорю, потому что я старым языком пользуюсь. Потому что мои родители научили именно тому старому бурятскому языку. Я хочу вернуться к старому бурятскому. Вертикальному, ну, знаешь, да. Кстати, иркутяне, ну, в смысле, западные буряты, да, они же больше даже не старописьменно использовали, а была своя в Агимдрах. Был такой Агвандаржиев. Вот, был такой Агвандаржиев, и он, ну, он известный, ты, наверное, слышал. Он был цианет хамбой Тибета, премьер-министром Тибета и послом Тибета в России, ну, начале 20 века. Ну, потом, правда, его Сталин схватил и расстрелял. Вот, а вот он был такой ученый, просвещенный, ну, великий философ. Ну, хотя ты, конечно, шаманист, ну, какая разница, да, мы все буряты. Вот, он создал письменность Агвандара на основе, она, конечно, на основе монгольского письма, но она именно адаптирована к иркутскому диалекту. Очень удобно писать на ней. То, что у тебя есть своя родная письменность, ну, как бурята, да, это как важно. Это важно для истории, ну, для культуры. Это, ну, как бы твой язык, твой народ имеет письменность. Ну, то есть, ну, я считаю себя монголом, ну, я вырос, считаю себя монголом, меня бабушка так воспитала, как бы мы больше говорим, что мы хори. Ну, как бы, хотя я сказал, что у меня родова с ваших краев, но самоидентификация уже там в Бурятии за 300 лет, да, мы стали говорить, что мы хори. Но моя бабушка не говорила хори бурят, она говорила хори монгол. Ну, то есть, я вырос, я рос у бабушки 80-х, в начале 80-х, совсем в детском возрасте, да, когда она меня воспитывала, там, и я такой, бурят, ну, а я монгол, получается. И вот я как-то ляпнул своему преподавателю, Давасурен его зовут, говорю, да зачем этого гендера нужна? Он говорит, это твоего народа письменность, это очень важно, если у твоего народа есть письменность, ну, ты цивилизация. Ну, вот так, урок для меня. Я тогда усек себе, так, ух, ну, правда, конечно, если тебе преподаватель сказал, так, очень строго, буквально отругал меня. Он говорит, ты должен ценить свою культуру, свой язык, свою письменность. Я так понял, у вас есть приложение? Нет, у меня сейчас приложения нету, оно, основа, вот здесь вот, я сейчас покажу, секунду, система письма, клавиатура, в смысле, то, что ты пишешь, допустим, да, вот здесь вот меняется раскладка, ну, можно же поменять на русский, там, английский, там, вот тут, сразу, видишь, монгольский выбирать, да, финский, литовский, вот, бурят. Вот это, основу этого сделал я. Вот. Но теперь я хочу, чтобы все стало на вертикальном письме. Ну, просто потому что это наш, потому что нам когда-то вот эту кириллицу, конечно, навязали, и я думаю, что это немножко ущерб нашему языку, потому что мы перестали пользоваться своим языком, правильно? Книги на Бурятском не читаем, тяжело читать. Газету, наверное, на Бурятском, наверное, вообще мало людей, кто подписывается, читает, там, я не знаю, у стердея на Бурятском газеты вообще, наверное, не выходит, я не знаю, честно, не могу ничего сказать. А ты как видишь будущее? Вообще? Вообще, да. Вот так скажем, говорят же, а после войны заживем. Ну, так, да? Да. Потому что сейчас у всех такая надежда, а после войны заживем. Вот как ты видишь будущее своей Родины там? Ну, вообще, по нему, обменяться. Да. Ну, начнем с этого. Следующий шаг – демобилизация, либо окончание войны, военных действий. Чтобы не быть привлеченным еще раз. Да. И заниматься сельским хозяйством уже в полную силу. Потому что у меня было время подумать об этом, пока я здесь нахожусь. Ну, не только, когда я еще был на фронте, но здесь времени больше подумать. И я понял, чего я хочу сделать. И как я буду это делать. То есть у тебя есть картина будущего? Да. А вообще, в целом, за то, что будет в будущем, я не могу сказать. Ну, есть такие смутные предположения. Ну, мы не Ностардамусы. Да, опять же. Надеюсь на лучший исход. Я тоже очень надеюсь. У тебя жена есть? Да. И сын. Сын. Сколько лет? Два года и три или четыре месяца. Как зовут? Авадар. Ну, видишь, Бурятское имя. Да, я надеюсь, очень хороший парнишка, наверное. У меня тоже дочка, но только она уже большая, ей 16 лет. Она со мной живет. Теперь она уехала из России два года назад. Теперь со мной живет. Потому что, когда я уезжал, ну, я могу рассказать, да, ну, была опасность, что меня арестуют. Хотя, не за что, да. Ну, что я такого сделал? Говорил, что уважайте права Бурят, там, язык наш, там, да-да, ну, понятно. Там, или вот как раз вот не отправляйте наших ребят на войну. Это тогда еще, в 14-м году, да. Я про это много говорил, чтобы Бурят не отправляли. Я говорил, ну, блин, это не наша война, это наша. Ну, мы Бурят, и мы, там, к Украине никакого отношения не имеем. Можно у нас не будут? Ну, ты можешь найти там в интернете, почитать. И, ну, за это меня решили посадить, значит. Ну, мало ли что. Тут вы, конечно, на имя Красного Креста можете писать. Да. Но можете теперь на наше имя тоже писать обращение. То есть это как третья сторона, тоже как Красный Крест. Я не говорю, что мы там всесильная организация, там, там, не знаю, там двери нами открываются. Ну, по крайней мере, нас могут услышать. И, ну, как бы наш голос, что-то. Ну, видишь, сейчас уже даже тут, ну, нас допустили, чтобы я смог приехать. А это очень тяжелая работа была, чтобы мы смогли сюда приехать. Вопрос. Да. И у вас есть соратники или... Да, нас много. У вас много? Нас много. Тоже, которые люди находятся за границей. Ну, большей частью да сейчас. Большей частью да. И вы разрабатываете программы для будущего? Для будущей Бурятии. Они мирны, кстати говоря. И смотри, позиции нашей организации, движения, да, национального движения, что мы не участвуем в этой войне. То есть есть другие движения, которые хотят, там, не знаю, вступать, там, создать свои батальоны, там, среди военнопленных себе набирать, там, не знаю, там. Ну, я считаю, что не наша. То есть вы такой деятельностью не занимаетесь? Нет. Ну, есть у нас такая идея, чтобы в Бурятии в будущем что-то иметь. Ну, милиции людям нужна, да, полиция. Что если что-то разваливается, если Россия распадается, мы должны создать, ну, там, полицейские силы. Ну, чтобы просто бардака не было. На самом деле я уважаю многих людей, которые работают в органах. Почему? Потому что многие из них работают, исходя из того, что, ну, как говорится, служба государству, да, имеется в виду не государство, Кремлю или еще, а просто вот народ, который понимает, что это народ. Государство – это народ. В нужный момент просто либо полиция перейдет на нашу сторону, мы пытаемся им объяснить, что мы за порядок, мы цель нашего движения, да, вот когда что-то там, коллапс в Москве, что-то такое, да, не было хаоса. Мы просто спокойно создаем свое государство, мы сохраняем институты, там, правовые, там, силовые, ну, правоохранительные органы, это все нужно, это важно, но просто это свое будет. Как думаете, это возможно? Я думаю, что, если это прямой вопрос, я считаю, что это возможно. В обозримом будущем? Думаем, надеемся на нашем веку. И мы хотим максимально мирно, то есть, вот, часто же говорят, что вот вы там хотите перейти на другую сторону. Нет, мы не хотим. Я на свою сторону перехожу, на бурятскую сторону, да, и разрушать у себя что-то я не собираюсь. Как я могу себя в Бурятии что-то разрушать? Ну, там, анархист я, что ли? А еще вопрос. Люди разделятся, скорее всего, на два лагеря? Я не думаю. Нет? Не будет противника? Я не думаю, что будет там противостояние. Потому что, скорее, сила нашего населения, бурятского, да, я в широком смысле бурятского, что имеется в виду и русские, которые у нас живут, нас, наша природа приручила, что у нас взаимовыручка. Даже вот то, что многие солдаты здесь оказались, это из-за этого же. Потому что друг за друга хватаемся. Есть, конечно, межнациональная напряженность. Бывает. В Иркутске особенно, да, в Читеев самой, в Улан-Удэ поменьше. А вот в сельских районах такого же не бывает. Потому что люди друг друга знают, веками живут, и научились взаимовыручки. Друг другу помогают. И хотя буряты же могли обидеться, что, ну, что тут там русских привели, поселили, что вы делаете, да. Но не, буряты им даже выделили лучшие земли. Ну, типа, они же сеют. Ну, сеют будут, земледельцы же, да. Вот хорошие земли сейте, пыхайте. То есть взаимовыручка. Потому что если они не будут накормлены твои соседи, ну, то есть если у них не будет еды, они же что им остается делать там? Либо погибать, либо грабить, да? Лучше мы им поможем. Но ведь так. Лучше взаимопомощь. И поэтому у нас народ-то на самом деле дружный. И хотя, конечно, есть какие-то трения, да, но все равно я думаю, что именно наша задача, программа, чтобы буряты этнические и русские местные, ну, и не только русские, да, кто у нас? У нас много, кто и живет. Мы как-то вместе, роп. И если становится независимое государство, то у нас оно будет, пускай оно будет называться Бурятия, или Бурят-Понголия, как мы там сами назовем, да. Ну, я всегда часто пишу, об этом там можно найти в интернете. Я всегда говорю, у нас все будут жить вместе. И территориально, вот как республика Бурятия, вот так и представляется. Мы хотели бы, чтобы округа к нам вернулись. Хотели бы. Но мы это хотим только на мирной основе. То есть, ну, допустим, соседняя Иркутская область, да. Это наши соседи, мы с ними воевать же не будем. Зачем нам? Это глупость. Но если Иркутск скажет, ну да, давайте Устерда отойдет административно к Бурятии, вообще прекрасно. Но если нет, ну, во-первых, мы будем всегда говорить, что права Бурят, это Бурятская все равно земля. Вы, пожалуйста, имейте в виду, что мы тут есть. Ну, что мы наблюдаем, да, мы, то есть, лоббируем Бурятские права. Нельзя браться за кусок, который ты не можешь проглотить. Надо быть прагматиком. Ну, вот у нас есть граница вот такая Бурятия, да. Мы за нее пока что. Если округа добровольно или там, ну, по доброй воле Читы и Иркутска к нам возвращаются, еще лучше. Потому что тогда вся Бурятская, ну, как бы, этническая Бурятия, да, она становится как бы единым монолитным таким образованием. Я не знаю, почему ты спросил, вдруг ты думал, что мы хотим расширять там Бурятию. Нет, вы просто сказали то, что вы это так ведете на серьезном уровне. Да, мы очень серьезно это подходим. Это именно прагматично. Поэтому это вызвал мне такой вопрос. Там, ну, говорят многие, там, хотите присоединиться к Монголии, там, еще что-то. Нет, не хотим. Потому что Бурятия, ну, я чисто от себя скажу, мы экономически, наверное, за несколько лет их даже обгоним. Монголию имеете в виду? Даже Монголию обгоним. Промышленно Бурятия, она, когда, ну, как бы, собственность Бурятии вернется в Бурятию, потому что сегодня она Бурятии не принадлежит. Ну, те ТГК всякие, там, вот это, они все выкачивают из Бурятии, там. Там, даже производство вот этих авиазавод, все это вроде бы делается на месте, а налоги, все это, и доходы уходят. То есть они не нам принадлежат. А получается, когда в будущем мы сами по себе, сами по себе это не означает, что мы отрезали все связи, и ни с кем больше не общаемся. Это не так, так это не работает. Имеется в виду, что право собственности наше становится. Когда налоги на месте, и зарплаты, не только зарплаты, но и налоги, и доходы остаются в регионе, в Бурятии, то, конечно, в Улан-Удэ авиазавод, ЛВРЗ, судостроительный был. Что только у нас там приборостроительный, где микрочипы, микропроцессоры делают сами. Почему мы не можем жить богато? Просто в данный момент это не работает на нас. А будет еще лучше, так скажем. Тем более буряты на самом деле талантливый народ. Знаешь, самые первые ученые, азиатские ученые, имеется в виду в европейской системе, это ученость, образованность, да? Он же из Бурятии. Дарши Банзаров у нас, Улан-Удэ университет имени Дарши Банзарова. То есть мы такая нормальная передовая нация, образованная. Ну вот, Льва Толстого, знаешь, писатель великий, он попал в больницу. И в тот же момент в той больнице оказался бурятский лама, ну, буддийский монах. А как он там оказался? Он вот этого молодого Дарши Банзарова привез в Казанский университет. Что-то случилось, какие-то уличные бандиты его стукнули по голове. Он оказался тоже в госпитале, в больнице. И они лежали вместе с Толстым. И этот бурятский лама стал рассказывать философию Толстому, идею сострадания, там, на санскрите бодхичита. Ну, то есть сострадание, милосердие, да. Хотя, конечно, в христианской культуре и все это есть тоже милосердие. Но буддийский подход немножко отличается. И он это все рассказывал Толстому, пока они лежали в больнице. В шахматы играли. Это есть в дневниках Толстого, молодого. И вот после этого Толстой вышел из больницы, кардинально поменялся. То есть он был поветрен такой, гуляка, там, во всех кабаках везде, там, ну, как кусары, там, все эти, да. И тут он 180 градусов весь такой вдумчивый так и создал вот эту теорию. И представляешь, от бурята современная мировая философия гуманистическая опирается на идею Ахимсы. Вначале стоял бурятский парень. Представляешь, это же классно. Да, очень. Ты же, ну, ты сказал, что шаманисты, я надеюсь, твои родные молятся, там, шаманом ходят, там. Это все хорошо, правильно. Нет, вот. Надо держаться в своих традициях. В нашем это, в этом наша сила. Потому что мы, у нас есть почва, фундамент. Мой отец всегда мне говорил, вот, в том числе, относительно шаманизма. Он сказал, что если человек хочет иметь плоды, ну, с дерева, то ты поливаешь корни. Ну, дерево, ну, поливать надо, иначе у тебя яблоки не вырастут, да. И так же в духовном плане, что если ты почитаешь предков, то у твоего дерева, ну, как бы, потомство, процветание, ну, то есть, ну, плоды будут. То есть, надо предков почитать. Вот эта идея шаманизма. Да, историю уже не изменить. Ну, почему? Всегда можно изменить. Потому что насчет нашего дела тоже есть пророчество. Ага. Кстати, с ваших краев. А. Ты слышал Барнашку? Барнашку? Да. Ну, как так? Ты же иркутский. Был такой у вас пророк лет 200 назад. Барнашка. И он оставил пророчество о Великой войне, в результате которой буряты побегут. Это я не сочиняю. Ты можешь там потом в интернете порыть, там, кого-то старичков спросить, тебе расскажут. В Бурятии это вообще все знают. Вообще буквально все. Ты поешь, если ты будешь, скажешь, Барнашка, Хлыгун, и все тебе расскажут, да. Что будет большая война. И буряты захотят стать независимыми. И что нам это, ну, как бы, ну, не захотят дать, да. И тогда, ну, как бы, буряты начнут объединяться в одну, как бы, силу и дадут бой. Имеется в виду Москве. Да, это он когда-когда сказал. И в итоге, по его предсказанию, он сказал, что с неба спустятся войны в синих шлемах, и после этого Бурятия станет независимым государством. Ну, мы не знаем. Синие шлемы – это только у объединенных наций. То есть нам, как бы, он говорит, что вот придут и помогут, и тогда буряты станут независимым государством. Но сначала они должны будут объединиться. То есть у них должна быть появиться идея, вокруг которой объединится. Но там еще есть другой момент этого пророчества. Он сказал, перед этим появятся люди, которые будут преемниками Чингисхана. И если люди добровольно, ну, согласятся с тем, что они говорят, мирно, все будет вообще классно, классно сразу, сразу независимо, все. Но если их не послушать, то начнется такая вот, ну, как бы, катавасия, так скажем. Ну, в любом случае, по пророчеству Барнашки Бурятия независима становится. Но либо так, либо так. И там вот то, что он предсказывал, эти пророчества, да, я не исхожу из пророчества. Я современный человек, образованный ученый и так далее, инженер. Ну, там он сказал, что вот, кстати, в вашей Иркутской области, на Альхоне, какие-то там природные явления произойдут, там какая-то река, что-то случится. Я точно не помню. И все это случилось. Я не знаю, но говорят, что это все случилось. И примерно выпадает, не могу прямо сказать, что это на наши дни выпадает, но как-то очень уж похоже. А в Бурятии самой было другое еще пророчество. Был такой Суоделама, в Баргузинском районе. Знаешь, Баргузинский район, он в север Бурятии почти север. И он жил тоже в начале 20 века. Он считается святым в плане того, что он там, ну, он когда на тот свет ушел, у него даже тело исчезло. Он реально, вот так говорят. И вот Суоделама тоже такое, ну, подобное предсказание сказал, что вот в будущем буряты захотят стать независимыми. Не сейчас. Я не могу сказать, что я там руководствовался бы этими пророчествами. Но меня удивляет, что они иногда исполняются, ну, как-то странно, они исполняться начинают. Я понимаю, что, скорее всего, много людей погибло. Ну, с тобой, которые были. Но то, что ты выжил, ну, я рад, что ты выжил. Потому что, ну, ты вот, я смотрю, это некрасивые слова, там, высокопарные, да. Просто я вижу, что ты хороший парень, работяга. И вперед смотришь, про будущее думаешь. Поэтому я думаю, что такие в будущем люди в Бурятии, ну, я не имею в виду Бурятию или Республику Бурятию, а я имею в виду у себя на родине, как бы для меня просто все это, как бы, я в Бурятии же, включая Устерду, что такие люди нужны будут. Потому что родину надо будет поднимать. Рано или поздно мы все там будем работать. Я буду рад, когда в будущем мы встретимся в Бурятии, мы сядем и выпьем по чашке чая. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова